Новый год – это пора исполнения всех заветных желаний. Поистине чудесный зимний праздник. Он пахнет детством, яркими огнями и сказкой. Кто больше всех верит в чудеса? Конечно же дети. Как уже стала добрая традиция в Кашхабльском районе, в канун Нового года вручаются подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. И нынешний 2016 год не стал исключением. В Кашхабльском районе проживает 75 детей, которые имеют нарушение здоровья. В канун Нового года, чтобы порадовать детей, заместитель главы района Мария Татугланова и работники администрации посетили семью в ауле Кашхабль. Здравствуйте. С наступающим вам. С наступающим Новым годом. Садиночка, с наступающим. Мы к вам пришли поздравить вас. Где Сабина? Сабина, это вот эта девочка, да? Этот подарок Сисейдова передадим. Спасибо большое. Сабина, мой подарок у тебя будет вот сейчас. А это тебе. Спасибо большое. Вы знаете, откуда вы пришли. С наступающим. Районы администрации пришли. От имени главы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Желание, чтобы у вас была в семье всегда спокойнее, чтобы не покидало вас всегда счастье и улыбка детей вас всегда радовала. Спасибо большое. И вас также с наступающим. Мы ежегодно проводим акции районной администрации. Это акция направлена на то, чтобы охватить детей в районах, где мы хотим посетить семьи и подарить детям и обрадовать их подарками на Новый год. И поэтому каждый специалист и каждый сотрудник администрации приобретает подарочки и посещаем семьи. Сегодня мы обозначили Кунижеву Сабиночку, поздравили ее с наступающим Новым годом. Я думаю, что в этой семье будет все замечательно и прекрасно. И в будущем мы желаем всем семьям нашего района, чтобы всегда сопутствовала удача. И в их семьях всегда было спокойствие. И все было замечательно. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей нашего района с наступающим Новым годом. Кану Нового года еще раз хочу сказать, что Новый год – это семейные праздники, поэтому в каждой семье, чтобы всегда сопутствовала удача, благополучие и всего самого наилучшего в наступающем Новом году. В свою очередь, председатель Союза женщин Зарема Гурижева также навестила семью в ауле Игирухай, где воспитывается ребенок с ограничением по здоровью. С праздником Дедушка Мороз тебе принес подарочек. Дед Мороз, до всех дошел, а? Прости большой, красивый, счастливый, здоровый мальчугат. Спасибо большое. На кухне всегда пригодится. И календарик вот такой. Спасибо большое. Год петуха, вам много-много радости и здоровья. В этот же день работник архива Зурет Потокова побывала еще в одной семье, проживающей в Игирухайском сельском поселении. Наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, удачи, всех благ. Спасибо. Спасибо. Накануне Нового года заместитель начальника управления культуры района Светлана Киясова, директор Центра народной культуры Зара Коблева и директор детской школы искусств Аула Кашихабль Нурея Тихохова порадовали детей с ограничениями по здоровью в Воленском сельском поселении. Поздравляем тебя с Новым годом! С новым счастьем! Желаю скорейшего выздоровления! Дедушка Мороз со Снегурочкой поздравляю тебя! Пусть здоровья будет как можно больше, счастья тебе, твоим родителям и всей твоей семье. Вот этот подарок для тебя. Спасибо вам большое! Спасибо огромное! Мы тебя с Новым годом поздравляем! Желаем крепкого здоровья, чтобы ты никогда не болел, чтобы все у тебя было хорошо, счастья тебе, твоим родным и близким. Вот этот подарок от Чеда Мороза и от управления культурой тебе. С Новым годом! И вас тоже! Спасибо! Всего в этом году 600 подарков были развезены по адресам и вручены лично детям из опекаемых и многодетных семей. Из 75 подарков детям с ограничениями по здоровью. Все семьи выражают большую благодарность организаторам акции «Новогодний подарок» и всем неравнодушным, которые подарили детям веру в сказку и новогоднее чудо. В акции приняли участие все начальники отдела, работники администрации, главы сельских поселений, директора школ. Руководство района выражает огромную благодарность в адрес предпринимателей района и главам КФХ за оказанную поддержку и участие в этой области.